Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Он сказал, поехали. Премьер обещает 300 миллиардов на нормальные дороги между областными центрами. Хватит ли? Рада безопасности. У депутатов при входе в парламент стали забирать стволы. Кого разоружили? Грязная работенка, как британская фирма, компрометировала политиков и помогла Трампу стать президентом. Летать украинцам, похоже, станет дешевле. Сегодня на заседании Кабмина премьер заявил, что с лоукостом Райан-Эйр наконец-то договорились. Разобраться Гройсман обещает еще и с одной национальной бедой. Это дороги. Что ждет подрядчиков, которые под проливным дождем забрасывают в ямы горячий асфальт? Расскажет Ольга Теребинская. Усилить контроль за качеством, вести гарантийные сроки, а главное обеспечить безопасность. Топ-темой заседания Кабмина стала дорожная пятилетка. Сегодня министры утвердили госпрограмму развития автодорог до 2022 года. За эти пять лет на их ремонт и строительство направят около 300 миллиардов гривен. Мы заплатили копейка в копейку всем тем, кто выполнял обсяги работы. Сейчас до меня подходят сигнали о том, что некоторые дороги, которые ремонтировали, уже имеют соответствующие улучшения. Все те, кто сделал халтуру, за свой свой рахунок будут исправлять эту работу. И также мы ввели абсолютно новую норму, 5-летнюю и 10-летнюю гарантию, соответственно, тех работ, которые будут проведены. Представлял программу глава Украфтодора Славомир Новак. По его словам, за пять лет отремонтируют около 20 тысяч километров дорог и соединят автострадами все облцентры страны. Мы поступово плануем отходить от поточных средних ремонтов и действовать капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство. Это требует более профессиональной подготовки проектной документации и более профессиональной подготовки и конкуренции между строительными компаниями. Еще одна хорошая новость от премьера. Аэропорт Борисполь завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией Райнеир. В соответствии с этих премьер, что очень позитивно, аэропорт Борисполь вводит абсолютно новую систему расстинок. И это означает, что все авиакомпании, которые работают сегодня с аэропортом, уменьшат, соответственно, плату авиаперевозникам. И тут нужно, чтобы мини-инфраструктура исследовала, чтобы все это позитивно вплинуло на вартость авиаквитков, соответственно, для украинцев. Владимир Гройсман ожидает, что уже к концу недели Борисполь и лоукостер подпишут соглашение и определят, когда именно начнутся перелеты. Ольга Теребинская, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. И еще одно решение правительства. Украина остановила действие программы экономического сотрудничества с Россией. Но конкретики никакой не прозвучало. Эта информация выглядит несколько противоречиво на фоне другой новости. Кабмин отложил введение эмбарго на импорт российских удобрений. На этом запрете настаивают ряд народных депутатов, поскольку, несмотря на санкции, миллионы тонн контрабандного российского карбамита и аммиачной селитры продолжают поставлять в Украину. Еще три недели назад парламентарии выступили на заседании правительства с требованием расширить перечень антидемпинговых пошлин против ввоза в Украину российских удобрений. Однако решение до сих пор не принято. Сегодня нардепы снова обратились к премьеру. Почему это перекладывать, снова заговорить, затягивать час? На кого сегодня работает Урик в таких условиях? Мы подиграем в Москве или мы должны думать о собственных национальных интересах, защитить собственного производителя, защитить наши рабочие места и чтобы украинцы не лишились без работы? Принять решение в эту среду на прошлом заседании Кабмина пообещал премьер Владимир Гройсман. Однако сегодня введение запрета снова перенесли. Правда, было мое доручение на минулого тижня. В соответствии с этого доручения, сейчас мертв вместе с другими центральными органами выполнительной владельцы закончат до оформления этого решения. Но я наголошу на то, что мы должны 26 числа ухвалить решение, которое будет отвечать национальным интересам Украины. Разработать новый перечень пошлин глава правительства поручил первому вице-премьеру Степану Кубеву. Тот перечит. Вводить запрет пока что нельзя. Якобы из-за того, что Россия может подать на нас в суд. Мы все делаем по закону, по той причине, что только принимаем решение. Не в правовой площади мы сразу будем мать оскаржение. Мы в тот же день, как договорились с вами, направили документы в соответствующие министерства. Но вот депутаты уверены, кто-то специально затягивает введение эмбарго на закупку удобрений производства страны-агрессора. Пока наши заводы стоят. Складывается впечатление, что реально есть мощные лоббисты в уряде, которые отстают интересы российских производителей, Еврохиму и других компаний, которые финансируют терроризм на Сходе. Украина втрачает миллиарды. Я хочу наголосить, что в прошлом году эта сумма становилась 550 миллионов долларов. Это десятки тысяч семей, которые сегодня не могут нагодовать своих детей. Это люди, которые поехали за кордон. Это специалисты из нашей страны, которые так же выезжают. Это практически война в середине страны. Это практически сегодня Кабмин, если не принимает решение и не поставит эмбарго на ввезение Миндоброго, это будет практически врага украинского народа, врага украинских предприятий, врага химической промышленной галузи. Только с начала года в страну уже завезли контрабандой российские карбамиды и аммиачную селитру на 70 миллионов долларов. А за последние три недели, пока в Минэкономике определяются с решением, поставки увеличились в разы, уверяет депутат. Ключевые обсяги Миндоброго на посевну этого года весняно уже завезли. А кто не встает, то встает их завезти как раз на ближайшее время. И весна пройдет под эмбаром российских добрых. Если наступный понедельник будет снова то самое, что в этой среде, то мы будем понимать, что это системная последовательная позиция уряда по этому вопросу. По данным военной прокуратуры, главный поставщик удобрений в Украину Еврахим также помогает закупать оружие боевикам на востоке Украины. Есть информация, это 100% информация, по данной компании Еврохим, что руководство этой компании закупило величезную количество снайперских и антиснайперских комплексов. То есть, эта компания напрямую финансирует терроризм. Эта компания озброяла террористов, сепаратистов, я не знаю, там, российских найманцев, которые убивают наших братьев, наших друзей. Когда звучит сегодня на уряде вопрос, давайте мы это все сделаем по закону, потому что, гипотетично, возможно, российская компания затаскает нас по судам. У нас идет гибридная война, и враг с нами не борется, и враг не ждет решения того или другого суда. Будет суд, значит, будем судить. Мы защищаем, и я уверен, в этом интересы украинского производителя. Проверить, кто в правительстве стоит за лоббированием интересов российского Еврахима, нардеп Олег Петренко требует от НАБУ. Он уже отправил в бюро соответствующее депутатское обращение. Доказы есть того, что именно ними было профинансовано контрснайперское обладнание для контрснайперской борьбы. А только за последний месяц, только в моем родном Азове загинуло два воины, как раз в снайперских дуэлях. Если Кабмин не прекратит закупку удобрений страны-агрессора, депутаты обещают более радикальные меры. Тогда, когда украинские батальоны, воины АТО, громадские организации, работники заводов, простые украинцы заблокируют на сходе Украины залезницу, автомагистрали, соответственно, тогда уряд будет реагировать, и тогда уряд ведет эмбарго на везение российских миндобрий на территории Украины. Потому что, по-другому, это вопрос, я вижу, решить не можно. Следующее заседание правительственной комиссии по введению эмбарго на импорт российских удобрений должно состояться в следующий понедельник. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. И сегодня у стен Кабмина митинговали сотрудники транспортных компаний. Они требовали отправить в отставку министра инфраструктуры Владимира Амеляна. Чем недовольны и обоснованы ли их претензии, разбирались наши корреспонденты. Колонны маршруток и сотни митингующих. Рабочий день в Кабмине начался с протестов транспортников против главы Мининфраструктуры. Мы недовольны своей работой. Уходи с этого по сталью и начинай работать правильно для людей. Мы сегодня пришли вымогать от уряда, от сторонителей, от обоисков министра инфраструктуры Амеляна Владимировича, который не выполняет низкую доручень. В первую очередь митингующие недовольны проектом министра, так называемым Гиперлупом. Это скоростной общественный транспорт. Говорят, от таких планов страдают обычные перевозчики. И презентовали свой вариант под названием Омелуп. Но заканчивается бизнес далеко не у всех. Журналисты издания «Комментарии» заявляют о причастности министерства к махинациям на миллионы гривен. К примеру, компания «ТИС», которую в Мининфраструктуре усиленно лоббирует, получила право на 50% торговых сборов в порту Южный. Убыток государства из-за подобных махинаций более 10 миллионов долларов. Этим случаем еще в 2015-м заинтересовались в СБУ и открыли уголовное дело против руководства «ТИСа». Сотрудники украинских спецслужб подозревают компанию в лоббировании российского бизнеса в Украине. Подобных любимчиков у Министерства инфраструктуры несколько. Журналисты комментариев также заявляют о лоббировании интересов еще одной компании с российским следом – «АТ-Механика», которую связывают с сыном президента-беглеца Александром Януковичем. Фирма участвует во многомиллионных тендерах у «Крызалезницы», а также выиграла крупные тендеры более чем на 4 миллиона гривен на поставку шпал для киевпостранца. Пока правоохранительные органы продолжают следствие, под Кабмином активисты провели свой – театрализованный антикоррупционный суд над министром Умеляном. А ближе к вечеру в знак протеста перекрыли движение на Грушевского. Полиция попыталась их оттеснить, но без потасовок не обошлось. Итог – семь задержанных активистов отправили в территориальное управление полиции. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности – телеканал «Интер». Тысячи бывших силовиков вышли сегодня на акции протеста в нескольких городах страны. Они требуют перерасчета пенсии в минсус политики. Как мантру повторяют, что реформу проводим, но чиновничная арифметика участников пикета не устраивает. Почему? В материале Геннадия Вивденко. Перед заснеженным парламентом, по оценкам участников, собралось до 500 человек. Это бывшие военные, милиционеры, пограничники и представители других силовых органов. Их в Украине – 12. Цель участников акции – добиться справедливых пенсий. Это особенно то, что люди в окопах воюют, и им нет когда разобраться, что для них готовится на будущее. А это закрой за безопасность и обороны Украины. Это ужасная вещь. Это в условиях войны не нужно делать, не дай Бог. Это не такая большая количество людей, для которых нужно предоставить условия. В Запорожье на митинг вышли ветераны МВД. Несколько сотен человек уже традиционно собрались на площади возле обл. администрации. Бывшие силовики напомнили, что выплаты должны соответствовать курсу 91-го года. Младшие офицеры в среднем получали 258 рублей, старшие – 430. Доллар был 1 рубль. То есть сейчас для соблюдения справедливости мы с вами должны получать 258 или 430 долларов. Нам пытаются дать крохи за стола. Участники акции подписали резолюцию, в которой потребовали от чиновников не принимать проект закона о перерасчете пенсий ветеранов МВД и военных. На числятном пенсии в соответствии с эмпиристской формулой средней пенсии в стране и с окладом, с которых мы входили на пенсию. Вы понимаете, что при таком раскладе люди, которые ушли раньше на пенсию, будут получать соответствующие пенсии намного меньше, чем те, которые будут уходить сейчас. Свои требования участники акции направят в Раду, Кабмин и Минсоцполитики. А во Львове с самого утра тоже митинг. Здесь около двух сотен пенсионеров. 35 лет служил, плюс участник боевых действий, которые имеют три боевых ордена, за которые еще доплачивают копейки, не знаю. По закону где-то должны платить порядка 8-9 тысяч, а платят 2 800-3 тысячи. На митинг пришли и представители областного пенсионного фонда. Говорят, в регионе свыше 30 тысяч тех, кто может претендовать на перерасчет. Он уже начался и будет проходить в несколько этапов. Постановка предпочитает, что она выплачивается в 2018 году 50%, в 2019 году 75% и в 2020 году. В среднем она будет увеличена не меньше 1500 гривен. Сейчас мы еще сказать вам, что такой остаточный средний разрешение не можем. В это самое время в кабинете министров отчитываются, что делают для решения проблемы. Ведь пенсионеров-силовиков в стране более полумиллиона. Одним из фундаментальных и главных направлений продолжения этих реформ в галузе пенсионного обеспечения есть перегляд размеров пенсий людям, которые много лет честно служили в нашей стране, в разных силовых органах, которых у нас на сегодняшний день 12, и о которых страна должна им отдачить. И согласно постановлению правительства, перерасчет пенсий будет выглядеть так. С 1 января этого года повышение в среднем составит не менее 1500 гривен. Долги и новые пенсии будут выплачивать уже с апреля. В следующем году в среднем пенсия силовиков увеличится как минимум на 750 гривен. И настолько же в 2020-м. Похоже, в Минсоцполитике решают эту проблему лишь частично. Но обещают пенсионную реформу не останавливать. В свою же очередь, бывшие силовики обещают себе украинскую акцию уже 18 апреля. Геннадий Вивденко, Сергей Бордюжа, Галина Якушко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Больше никаких книжек. Бумажные паспорта окончательно уступили свое место ID-картам. Такое решение принял Кабмина. Теперь украинцам при первом получении замене или восстановлении документа в обязательном порядке будут выдавать пластиковый вариант. Все подразделения миграционной службы уже обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами. Вот только воспользоваться преимуществом ID-карты получится не везде. Ведь сканеры, считывания информации установлены далеко не во всех государственных учреждениях, банках и других структурах. Книжечки, карточки, паспортные инновации Кабмина некоторым нардепам безразличны. Им и с книжечками хорошо, когда их несколько. В одной гражданство украинское, в другой, например, израильское. Как у Вадима Рабиновича. На свою депутатскую зарплату он активно летает за границу, а вот в Раду ходит крайне редко. В депутаты я бы пошел, пусть меня научат. Но, видимо, так и не научили. За всю свою каденцию нардеп Вадим Рабинович в здании под куполом был считанные разы. На голосовании законов, которые крайне важны для украинцев, парламентарий не ходит. Зато за деньги спонсоров собирает проплаченные митинги и регулярно с экранов телевизоров учит простых людей, как нужно жить. Парламентарии неоднократно обращали внимание на нарушителя и требовали регламентный комитет разобраться с Рабиновичем. Прогуливать парламентские сессии Рабинович предпочитает за границей. Летает туда не как обычный гражданин Украины, а пользуется элитными перевозками чартерных рейсов. К слову, в начале марта таким способом нардеп посетил Вену. Он арендовал борт с номером 9H-JJF, принадлежащий офшорной компании на Мальте. Базируется самолет в российском аэропорту Внуково. Стоимость одного полета около 650 тысяч гривен. Рабинович забронировал самолет на 4 дня, поэтому общая сумма за услуги обошлась ему минимум в 2,5 миллиона гривен. Ранее в феврале парламентарий воспользовался авиауслугами сербской компании Airpink. Полет в Женеву обошелся около 19 тысяч евро. Назад возвращался на более дорогом чартере румынской компании Toyo Aviation уже за 24 тысячи. Прощай оружие. Новый сканер для депутатских сумок появился в Раде после принятия так называемого законопроекта о рамках, который запретил избранникам ходить в госучреждения со стволами. Разоружаются ли надевы добровольные? Как прошел сегодня парламентский день, узнаем от Елены Зориной. Не сдал оружие, не попал в зал у центрального входа в парламент. Сегодня новый рентгенсканер для сумок народных избранников. Так, после вчерашнего принятия так называемого закона о рамках депутатов решили обезоружить. У меня нашли ножицы. Вивчаю английскую мову, полепшую знания. Я как раз вырезаю отдельные статьи, но, несмотря на то, что их нашли, я с ними прошла. Для тех, у кого что-то посерьезнее ножниц, говорит депутат, рядом есть специальный сейф. Ориентовно 30-40 депутатов, они ходят с оружием до парламента. Вот тут, они замыкаются на два ключика, один остается у депутата, другой у охраны. Но сдают по желанию неприкосновенности осталось больше или меньше. Сегодня обезоруженных охрана не признается. Нардеп Тетирук среди них убеждает с законом или без зал заходит всегда без ствола. Мошу и сдаю в сейф. Что у вас за оружие, если не секрет? Нагородная. Какая? Нагородная оружие, пистолет. В зале сегодня депутатов немного, несмотря на количество при регистрации. Сначала пробуют решить вопрос защиты усыновленных украинских детей за границей. Но согласия нет. Если принесем такое решение сегодня, хотя бы какую-то пользу для детей сырят. Я считаю, что нет. Потому что мы в первую очередь должны нести ответственность за детей Украины. И не перекладать сейчас эту ответственность на иноземные державы. Скрепи нам тут давлят на мозги, и мы не ратификуем эту конвенцию. Сегодня Всесвитний день, люди с синдромом Дауна. Но с кем мы можем одеться? Панчохи, разнокольоровые. Но дать шанс детям с синдромом Дауна быть усыновленными, мы не даем. Голосов тоже не находится. Оппозиционеры предлагают защитить переселенцев. Постановление обязывает Кабмин разработать закон, который бы урегулировал вопрос выплат и возобновления пенсий. Это закон, который позволяет уменьшить барокатические переселенцы оформлении пенсий переселенцев. Это жизненно важный для многих людей закон. И наша фракция будет, конечно, голосовать. И мы надеемся, что найдутся люди в зале для того, чтобы поддерживать переселенцев. Людей, которые потеряли все, их полтора миллиона в Краине. Поддержать постановление просят и в профильном комитете. Большинство вопросов остались так и невырешенными. Это вопрос пенсийного обеспечения как внутренних перемещенных людей, так и людей, которые остаются проживать на темно-часово оккупированных территориях в Донецких и Луганских областях. Но постановление проваливают в кулуарах, активно обсуждают, что будет завтра. Один из ключевых проектов, который могут начать рассматривать закон о нацбезопасности. Его уже успели раскритиковать в Европе. В профильном комитете анонсируют компромиссный вариант. Работая группа напрацовала проект постановы о принятии проекта в первом читании. В нем выкладываются ключевые реперные точки, которые комитет будет пропоновать в Верховной Раде уже до первого читания. Врегулировать шляхом расширения смысл проекта. Но больше депутаты говорят о Савченко и завтрашнем голосовании по снятию с нее неприкосновенности и возможном аресте. Как голосовать, пока не во всех фракциях решили. Если есть действия, которые имеют знаки злочинства, значит, человек должен принести ответственность криминальную. Если таких действий нет, то не можно подавать подания, которые есть пшиком. Это наиболее разочарование. Миллионы украинцев. Миллионы людей по всему свету, не только украинцы, а по всему свету выходили, боролися за освобождение надеи. Точно не для того, чтобы она потом везла оружие с оккупированной территории для выполнения терактов в Киеве. Уже сегодня регламентный комитет должен был рассмотреть представление касательно Савченко. Накануне один из нардепов опубликовал документы генпрокуратуры. Там, в частности, Надежда обвиняют в подготовке терактов. Есть и их план. А также в действиях, направленных на захват государственной власти. По утверждению следствия, у нардепа были личные отношения с руководителями террористических организаций. Но сегодня в комитете вопрос Савченко перенесли. Для того, чтобы члены комитета проголосовали за одно, второе, третье или пятое подания, нужно, чтобы они заслухали генеральную прокуратуру, заслухали пояснение народного депутата Савченко и приняли решение, соответственно, что они почуют. Сама же Савченко после полудня пришла на заседание комитета нацбезопасности, откуда ранее ее исключили. У себя на странице в фейсбуке она опубликовала иск. А на комитете уже сообщила, что в суде депутатское голосование оспорило и пообещало копию решения. Только вот само заседание комитета не состоялось. Не собрался к воруму. Елена Зорина, Александр Васильченко, Иван Ермаков и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Боевики с начала суток не нарушали режим прекращения огня, но украинские бойцы не расслабляются. Чем они заняты в момент затишья, расскажет наш военкор Ирина Баглай. Но выполнить указания командира, оказывается, не так-то просто. Дождь и мороз. Снежный покров превратился в ледяную корку. И каждый шаг дается с трудом. Лавируешь, как на катке, чтобы не потерять равновесие. Но с военной точки зрения есть и свои плюсы. Попытки боевиков незаметно подобраться к украинским позициям проваливаются. Это промерзло, стекляшки. И слышно, например, как тут нас оточена трава, она сейчас замерзала. И, соответственно, когда идет какой-то движение на те же животные, которые переходят в поле, слышно, как она ломается. От врага бойцов отделяет обледеневшее поле. На горизонте хорошо видно кирпичное белое здание. Это Зайцевская школа. Но там давно не слышно детских голосов. Их сменило браться не оружием. В школе сейчас они сидят. В лекаре тоже. Это их точки. Школа для них в роли казайма используется. Або просто как запасная огневая позиция для крупнокалибранного кулемета, або того же самого СПГ. Своего присутствия в школе боевики не скрывают. Публикуют видео, где на полу валяется затоптанная учебная литература, а окна превратились в огневые гнезда. Найомники стреляют отсюда даже посреди дня. И противник умолк. До ночи, когда то ли с перепугу предполагают наши пехотинцы, то ли ожидая ответа, наемники начинают стрелять. Игра на живцах. Один пускает очередь, а другой уже не стоит в определенном месте или на определенной позиции и ожидает, пока появится спостерегач. И, соответственно, начинается доцельный огонь по спостерегачу. Большинство офицеров на этом участке передовой – досрочные выпускники Академии сухопутных войск. На фронт попали уже в разгар военного конфликта. К военной теории теперь добавился бесценный опыт и главная поддержка подразделения. А завоевать авторитету вдвое старших бойцов – лучшее признание для командира. 100% – самый главный состав. Нужно, чтобы весь состав повернуть, чтобы все повернулись домой, жить в своих семей. Подробности – телеканал «Интер». Олега Сенцова и Александра Кольченко могут помиловать. В Кремле прокомментировали передачу Ксении Собчак в списке из 16 политзаключенных, в числе которых двое украинцев, незаконно осужденных в Российской Федерации. По словам спикера Путина Пескова, администрация получила задание, цитирую, «проработать прошение о помиловании». Напомню, Сенцова и Кольченко задержали в Крыму в 2014 году после аннексии полуострова России. Их обвинили в терроризме. Кольченко приговорили к 10 годам заключения, а Сенцова – к 20 годам лишения свободы. Встретится ли Трамп с Путиным? Целый день Америка мучается этим вопросом. Сам президент США заявил прессе о такой возможности, а о политике в ответ разразились критикой. Обо всем подробнее расскажет Дмитрий Анопченко. Выдержав долгую паузу, когда уже казалось, он из принципа и вовсе не позвонит, Дональд Трамп распорядился соединить его с Москвой. Поздравить с победой на выборах требует протокол, но можно было и телеграммой обойтись, и учитывая уровень отношений, вообще этот момент замять. Но Трамп поступил по-другому. У меня был телефонный звонок Путину, я поздравил его с победой, с победой на выборах. В ходе звонка мы также обсудили тот факт, что мы, возможно, встретимся в недалеком будущем. Как выяснила сегодня пресса, в команде Трампа ожесточенный спор был, звонить или нет. Победили те, кто был против такого общения. В графике президента на день заглавными буквами вписали «не поздравлять». Более того, советники просили и вовсе в этот день выступить с заявлением по отравлению Скрипаля. И даже черновик текста подготовили. Но глава государства принял личное решение – провести разговор. Когда же состоится эта встреча, о которой упомянул Трамп? Есть ли уже что-то конкретное? Мгновенно начали атаковать журналисты при службе Белого дома. Но Сара Сандерс сказала медиа, мол, никаких конкретных планов пока нет. Пресс-секретарь также попыталась утихомирить страсти, заявив, мол, ничего не меняется. Соединенные Штаты намерены и дальше сохранять жесткую позицию по России. Но не исключают и диалог по проблемным для обеих стран вопросам. Какие это вопросы? Понятно, что КНДР и Украина. То, что о них шла речь, в Белом доме официально подтвердили. Но есть еще один момент. Похоже, на Дональда Трампа подействовали обещания Москвы развязать гонку вооружений. Не секрет. Для американского президента одной из самых главных задач на этом посту является сокращение бюджетных расходов. Дефицит ведь и так рекордный. И если Вашингтон будет втянут в вооруженные соревнования с Россией, то это грозит многомиллиардными тратами. И поэтому Дональд Трамп и готов к переговорам для того, чтобы обсудить сокращение вооружений, ну и, соответственно, сокращение своих расходов. Мы можем обсудить гонку вооружений. Вы знаете, что Путин заявил, участвовать в ней не очень-то и правильная вещь. Мы тратим 700 миллиардов долларов в этом году на наших военных. И значительная часть этой суммы идет на то, чтобы оставаться сильнее любой другой нации в мире. Подозреваю, мы все же встретимся как раз, чтобы поговорить о гонке вооружений, которая вышла из-под контроля. Журналисты бросились за комментарием к министру обороны. Тот не вполне разделяет оптимизм шефа. Сказал, мы всегда хотели сотрудничать с Россией там, где это возможно. Но, к сожалению, они решили стать стратегическим соперником. И то, что случилось в Великобритании, в Украине, в Крыму, тому свидетельство. Нелицеприятные комментарии также в Конгрессе. Заставить ли эта критика отменить будущую встречу? Вряд ли, ведь Дональд Трамп объявил о ней публично. А вот на формат возможных переговоров и на позицию Соединенных Штатов повлияет явно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Участие Киева в заседании Украины-НАТО во время летнего саммита Альянса под угрозой. Это подтвердил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. По его словам, несмотря на выполнение Киевом рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании, Венгрия продолжает блокировать украинские инициативы в Альянсе. Днем ранее о таких намерениях заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. Будапешт, по его словам, настаивает на дополнительных консультациях с национальными меньшинствами. Кроме этого, там недовольны планами Минобороны Украины по размещению батальонов Берегова. Эта позиция Угорщины, она фактически не принимается никаким НАТО. Есть лист 11 союзников, которые официально обратились к посла Угорщины, прекратить это блокирование, потому что у нас, мало того, что Украина сейчас находится в состоянии войны, и нам очень нужна помощь Альянсу. Кроме этого, у нас есть много проектов, которые постоянно выполняются. Помогая нашим силам статус сильнейшим, мы приходим на стандарты Альянсу. Вот эти все вопросы, на жаль, они тоже стоят за руководством политических непрозумений. В Николаеве сегодня прощались с летчиком и руководителем Николаевского аэропорта Владиславом Волошиным, который покончил с собой в минувшее воскресенье. Вокруг его гибели разразился настоящий скандал. Кого винят в смерти бывшего военного активисты и родственники? Подробнее в материале. Людей пришло много. Родные, друзья и коллеги. Все с цветами. В зале почетный караул. Я думаю, что его совесть не выдержала в борьбе с этой коррупцией, с этим всем, что творилось на аэропорту. Родные и коллеги утверждают, виновник этой трагедии губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Именно поэтому гибель Владислава Волошина вызвала волну протестов в Николаеве. А сегодня эта волна докатилась и до столицы. Есть основы говорить о том, что Владислав Волошин погибел через тиск, который на него причинялся. Губернатор Николаевщины на сегодня может выявиться основным подозреваемым в этой справе. Поэтому мы как раз сегодня требуем отстранения его от взаимной посады, проведения служебной проверки и проведения расследования. Пока в Николаеве прощались с погибшим, более сотни активистов пришли к администрации президента. Протестующие уверены, что Савченко довел до самоубийства военного летчика. Говорят, чиновник заставлял Волошина дать добро на сомнительный тендер. Я уверен, что это фактически доведение до самоубийства героев Украины, боевого летчика. И для начала мы требуем отставки главного виновата этих трагических событий. Давление со стороны местных властей косвенно подтверждено. На следующий день после гибели Волошина журналисты опубликовали его переписку. Из нее следует, что губернатор вынуждал его пойти на сделку. Это черговый крок в борьбе против системы, что сейчас фактически склалось в Украине. И подеи в Николаевском регионе, это свидетельство того, что это терминальная стадия просто. Далее уже нет куда. Все требования адресовали лично президенту. Для этого подготовили соответствующий документ. Он был подписан и зачитан еще вчера на митинге возле Николаевской облгосадминистрации. Тогда, чтобы обратить внимание местных властей, люди облили ступени красной краской, символизирующей кровь. А также оклеили входную дверь в ОГА плакатами. Но в Николаеве возмущение людей проигнорировали. Именно поэтому сегодня активисты передали обращение в администрацию президента. Юлия Жешко и Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер. Чиновники Минсусполитики блокировали ввоз бесплатного лекарства для онкобольных. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала волонтер Лыса Литвинова. Благотворители передали 200 флаконов препарата Ацетрис в качестве гуманитарной помощи. Альтернативы этому лекарству в Украине нет. А стоимость одного флакона более 60 тысяч гривен. По словам волонтера, производитель выбрал фонд, в порядочности которого не было сомнений. Но в министерстве настаивали, что распорядителем должно быть государственное учреждение. Производитель же сотрудничает с украинскими госструктурами, отказывается из-за коррупции. Только после вмешательства активистов и шума в соцсетях, чиновники все же пропустили гроз в Украину. У нас возникло питание, есть ли у них лекаря, которые будут ставить диагноз и выдавать эти лекарства. Они сказали, что нет. Тогда мы предложили, чтобы это произошло через заклады охраны здоровья. Мы сами видели протокол, который выкладан на сайте Министерства социальной политики, где было заявлено, чтобы благодельная организация передала гуманитарный вантаж до Национального института рака или какой-то государственной лекаре. И, оскільки це не справа Министерства социальной политики визначати, хто буде набувачем вантажу, у нас кінцевым набувачем є пацієнт. Кто глава Минздрава? Ведомство не смогло доказать в суде, что Ульяна Супрун действительно исполняет обязанности министра. Хозяйственный суд Киева отказав в рассмотрении иска, поданного министерством против Медицинского университета имени Богомольца. Истец не предоставил документы, подтверждающие должность Супрун. Эти данные суду не удалось найти даже в едином госреестре. Миграционный кризис, единство ЕС и выполнение Минских соглашений. Ангела Меркель сегодня рассказала о задачах и приоритетах своего нового правительства. Выступление канцлера слушала и Татьяна Лагунова. За час все планы на 4 года Ангела Меркель представила в Бундестаге свою правительственную программу. Такие выступления канцлера сразу после официального назначения считаются ключевыми. Журналисты и эксперты не только анализируют каждое слово, но даже подсчитывают, как часто в зале шикали и сколько раз речь прерывали аплодисментами. От обещаний повысить социальное пособие до заверений, что поездки на дизельных автомобилях никто не запретит. Большую часть своего выступления Ангела Меркель посвятила внутренней политике и миграционному вопросу, который раскалывает немецкое общество. Люди, которые приехали к нам из Сирии, Ирака, Афганистана, бросили нашей стране вызов. Дебаты о том, как правильно действовать в этой сложной ситуации, как обеспечить интеграцию беженцев, раскололи и поляризовали общество. Настолько сильно, что привычная фраза, которую я употребляла десятки раз, мы справимся. В этом случае кристаллизировало противостояние. От внутренней политики к внешней первым делам заявления Германия хочет знать, кто отравил бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Мы на стороне Великобритании и солидарны с ней. Многое указывает на Россию и Москва должна проявить транспарентность, чтобы убрать это подозрение. Я была бы рада не упоминать в этой связи Россию, но мы не можем закрывать глаза на улики. Говорила Меркель и про Украину. Традиционно необходимо реализовать Минские соглашения. Мы должны и дальше работать над выполнением Минского пакета, чтобы обеспечить суверенитет Украины. И путем реализации этих договоренностей создать новый базис для отношений с Россией. Эти же темы Меркель будет поднимать и в Брюсселе. Там завтра стартует саммит лидеров ЕС. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Грязная политика. Британскую компанию Кембридж Аналитика уличили в использовании незаконно полученных данных для продвижения Дональда Трампа на выборах в 2016 году. В темных делах этой фирмы замешаны даже девушки из Украины. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Британские власти намерены обыскать офис компании Кембридж Аналитика. Фирму обвиняют в незаконном использовании данных 50 миллионов пользователей Facebook для влияния на американские выборы в 2016. Информацию о людях собирали без их согласия. С помощью онлайн-тестов. Интересовались сексуальной ориентацией, умственными способностями, спрашивали даже о детских травмах. А потом использовали эти сведения, призывая голосовать за Дональда Трампа. Британский комиссар по защите информации сначала попросила предоставить доступ к базе данных компании. Но получив отказ, обратилась в суд за ордером на обыск. Кембридж Аналитика – консалтинговая фирма. Она использует технологии глубинного анализа данных для разработки избирательных компаний в интернете. И сейчас фирма фигурирует в двух расследованиях. В Великобритании по подозрению о влиянии на референдум по Брекситу, а в США о вмешательстве России в выборы. Мы уже вызывали представителей Кембридж Аналитика, чтобы получить объяснение. Но учитывая факты, о которых сообщают в прессе, подозреваем, что представители компании сознательно ввели нас в заблуждение. Поэтому повторно вызываем их в парламент и требуем прокомментировать все подозрения. Впрочем, на этом скандал не исчерпывается. Журналисты телеканала Channel 4 провели расследование деятельности Кембридж Аналитика. Пригласили гендиректора Александра Никса на встречу, чтобы получить информацию о методах работы фирмы. Он заверил, используют все способы, чтобы добиться нужных результатов. И легко могут дискредитировать политиков в интересах своих клиентов. К примеру, подставить в коррупционном скандале или же создать так называемую медовую ловушку. Это когда в дом политика приглашают красивых девушек. По словам Никса, украинок, потому что это всегда срабатывало. В Кембридж Аналитика уверяют, работают исключительно по правилам и ничего не нарушают. Но Facebook уже ограничил доступ к своим платформам и данным для этой компании. Так что продолжение следует. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все на сегодня. Побольше вам хороших новостей. Доброй ночи и до встречи завтра. Доброй ночи и до встречи завтра.